Открытый микрофон 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 Почему сегодня важно направлять молодежь именно в это русло, стендап-шоу, открытый микрофон, чтобы они, возможно, выговаривались, а не где-то искали себя и занимались? Ну, на самом деле, у нас в последнее время мы делаем по несколько открытых микрофонов в неделю, и у нас в последнее время очень много прям таких подростков, 16, 17, 18 это уже не подростки, но 16, 17 очень много. Прям каждый раз приходит кто-то новый, они зовут друг другу, там, советуют в университете или в школе, школьники тоже приходят. И, на самом деле, если бы, ну, когда мне было 16 лет, были открытые микрофоны, то я бы 100% пошел и еще, там, 8-9 лет назад начал бы этим заниматься. То есть мы можем сразу вот сказать, что если у кого-то есть такая мечта, то они могут приходить в определенное время, когда вот вы работаете, по каким дням и... Не могут, это даже нужно приходить, если есть расположение, если кому-то хотя бы говорят, что он смешной, и в любом случае эти слова поражают в человеке какую-то или мечту, или какую-то мысль. Ну, приходи и попробуй, я на свой открытый микрофон пришел, за два дня буквально узнал, такой, ну, значит, надо идти, придумал, там, накидал каких-то, ну, это были, скорее, смешные истории, то, что я рассказывал на первом открытом микрофоне. Пришел и рассказал. У нас каждую пятницу проходит тут открытый микрофон в шкафу, каждую среду мы делаем. В общем, можно подписаться на нашу страницу, main stand-up в инстаграме, там все анонсы у нас есть, концертов, открытых микрофонов, манимайков, разные форматы у нас тоже есть. Комики, имеющие большой стаж в этом деле, говорят, что гордятся молодежью. Молодое поколение одесситов готовы говорить о насущных проблемах города и страны, подавая их с прекрасным чувством юмора. Есть ребята, которые приходят, и ты сразу видишь, что они действительно горят этим, у них, и как будто у них есть какой-то врожденный талант, ну, по крайней мере, они понимают, как строится шутка, что может заходить зрителю, что может не заходить зрителю. Но точно так же приходят ребята, которые думают, ну, блин, так жалко тебя, потому что очень сложно бороться с тишиной. И, слава богу, одесский зритель начал более-менее в последнее время понимать, что комики, они все довольно циничные люди, и они просто хотят посмешить людей, никого не обидеть своими размышлениями и ничем такими. Участники говорят, здесь царит дружеская атмосфера, она идеально подходит для того, чтобы проверить свой материал. На написание шутки может уйти достаточно много времени, и не обязательно она окажется смешной. Можно, откровенно говоря, дать в штангу. Главное, не опустить руки и ручку. Предугадать настроение публики непросто, но все приходит с опытом. Расскажи, как давно занимаешься стендапом, почему выбрал именно это направление среди всех юмористических жанров? Стендапом занимаюсь чуть больше года. До этого писал в стол больше, не выступал, но больше года назад решил попробовать. Попробовал, очень понравилось. Как и всегда, первое выступление, оно отвратительное, оно ужасное. Ты чувствуешь себя ужасно на сцене, но выходя со сцены, ты получаешь какой-то адреналин, приятные ощущения. Я выбрал стендап, потому что, в принципе, не всегда был близок этот жанр. Это жанр, в котором ты можешь быть собой, в принципе, и показывать часть своей личной жизни, раскрывать какие-то моменты из личной жизни, в отличие от, например, тех же сценок КВН и всего вот этого, то, что есть. Основные аспекты, которыми должен владеть настоящий стендапер? Не знаю, наверное, в первую очередь, это какой-то соревновательный момент, когда ты понимаешь, что эта сфера уже заполнена. Ты должен быть лучшим из лучших. Во-вторых, это искреннее желание смешить людей, что ты приходил и такой, вот, я хочу, чтобы они смеялись. И, в-третьих, наверное, для меня основное, это что-то все-таки людям сказать. Не просто дабы хи-хи-ха-ха, а в идеале, чтобы ты и посмешил, и какое-то зерно ты им посеял. Вот немножечко такого. Скажи, юмор. Ты считаешь, что юмор – это способ донесения информации? Абсолютно. Это очень мощное оружие, на самом деле, я считаю. Вот через юмор – это как петь песню про любовь и внушать вот эти чувства, ощущения. Ты также через юмор можешь внушить абсолютно любую мысль человеку и тем самым сделать доброе дело, когда ты объясняешь человеку, как лучше, может быть, выручить его в какой-то сложной ситуации. Потому что, как минимум, ты шутишь про свою боль и, возможно, про чью-то. Расскажи, как давно занимаешься стендапом, как вообще пришел к этому юмористическому направлению и насколько тебе нравится? Пришел к этому юмористическому направлению через то, что занимался в школе КВНом. Выступал там где-то полтора года, понравилось. И увидел в интернете то, что у нас в Одессе проводится такое молодежное направление, как стендап. Решил себя попробовать. Занимаюсь стендапом полтора месяца всего. Как ты совладаешь с публикой? То есть коммуницируешь, смотришь, смешно, не смешно. Что главное? Харизма, настойчивость или все-таки талант? Как мне сказали опытные комики, главное это уверенность. Отыгрывать тоже надо, потому что без эмоций, не будет реакции. И как бы все. То есть главное стремиться и оно обязательно получится. Да, главное стремиться ставить цели, эволюционировать, так сказать. И оно получится. Одесским начинающим стендаперам еще есть к чему и кому стремиться. Причем мы говорим не только о зарубежных мастерах слова, как о примерах для подражания. Не случайно нашего прославленного земляка-писателя-сатирика Михаила Жванецкого считают зачинателем жанра. Михаил Михайлович один из первых советских стендаперов. Мыслей не так много. Шуток миллионы, мыслей сотни, идеи десятки, законов, по которым ходят люди, единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека, я имею в виду, от него ждут хотя бы самообразование, хотя бы впечатление от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает зрителей идеи или мыслей. Только книга. Она научит здоровью, силе воли. Когда полистаешь у кого-нибудь, почитаешь у кого-нибудь. В общем, пусть твой сын будет образованным. И диплом тут ни при чем. Он должен знать, что в предложении ни при чем, все слова пишутся отдельно. Вдохновившись атмосферой мероприятия, приятной публикой, я тоже решил попробовать себя в роли стендапера-аматора. Меня зовут Вася, я работаю на телевидении. Я, в общем, журналист. Вот у нас в стране все не любят журналистов. Но вот все думают, что им главное – это до кого-то докопаться. Вот, допустим, что вы едите? Ну, зачем? Зачем? Ну, это жирная еда. А вы знаете о последствиях? А послед... Ну, вот, да. То есть мы постоянно до кого-то докапываемся. Ну, не суть. Сегодня я решил пошутить, потому что многие думают, что журналисты неудачно шутят. Ну, мы это сегодня проверим. По крайней мере... Я вам открою секрет. У нас потрясающие монтажеры. Поэтому, даже если будет не смешно, наложат и аплодисменты, и ваши улыбки. И знаете, чем Укрзалезнете отличается от Ryanair? В отличие от сексуального голоса бортпроводника. Дорогие друзья, оставайтесь с нашей авиакомпанией. До новых встреч. Мы слышим голос 50-летней женщины. Примерно вот такой. Выходит, следующее конечное сдать белье! Вот, да. Вот это просто бесит. Но почему? Почему вот в нормальной стране, вот в Европе есть где-то такое отношение к жителям страны, вот к тем, кто действительно заплатил деньги за вагон с кондиционером. Заплатил, да. И в итоге приехал. Спасибо большое, что у вас такая дружная, классная атмосфера. Будьте здоровы, не болейте коронавирусом, держитесь всегда в хорошем чувстве юмора. И следите за новостями на телеканале «Репортер». Спасибо! Выступления были зрелищные, публика осталась довольна. Это был проект «Открытый микрофон» в арт-клубе «Шкаф». У комиков теперь есть ровно неделя на то, чтобы придумать новую шутку. А вам, дорогие телезрители, мы желаем всегда оставаться на позитиве и из любой сложной жизненной ситуации выходить с долей юмора. Василий Базаблу, Константин Нищерет, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».